Скажите, пожалуйста, вот сколько людей, как говорится, столько и мнений, ну как бы сколько армян тоже, столько же и мнений среди них относительно будущего Армении в случае, если Армения отколется от России. Ну допустим базы выведет или еще что сделает. Есть те, кто боится последствий таких шагов от Армении, что начнут ущемлять армян, проживающих в России. Вы как считаете, такое возможно или все-таки как-то удастся все это уладить без, так сказать, плачевных последствий для диаспоры, проживающей в России, армянской диаспоры? Спасибо. Ну вы говорите, если российская база будет выведена из Армении, то это будет иметь, наверное, какие-то последствия, негативные последствия для армян, проживающих в России. А когда российская база в Габале из Азербайджана был выдворена оттуда, какая реакция была у России относительно азербайджанцев, живущих там? Нормальная реакция. Ну, а почему вы думаете, что русские или Россия против армян будет настроена по-другому? Это во-первых. Во-вторых, много армян проживало в Соединенных Штатах, а Армения была частью СССР, Варшавского договора, то есть частью врагов Соединенных Штатов. Ну, разве это давало право Соединенным Штатам ущемить какие-то права в Соединенных Штатах, армян, которые проживают там? Ну, если в России будут какие-то эксцессы против армян, тогда нужно винить именно Россию, а не Армению. Потому что, ну, люди там проживают, у многих российских гражданства, независимо от этнического происхождения, они имеют такие же права. И люди, которые проживают в России, даже граждане Армении, они тоже защищены законом. Если нет войны между Арменией и Россией, они не могут считаться гражданами враждебных государств. Так что любое негативное отношение – это нарушение закона, нарушение прав человека. Поэтому, если армяне боятся, что такое будет в России, пусть не живут там. То есть, это означает, что они и сейчас уже признают, что это Россия, это страна, которая может ущемить права своих же граждан из-за того, что они армяне. То есть, это такая ситуация, которая была, скажем, нацистской Германии, ущемляли права евреев, потому что они евреи. Непонятно вот такое отношение. Господин Попя, наверное, такой вопрос возникает после истории с грузинами, после войны в Южной Осетии и в Абхазии. Да, я сказал, если не будет войны. А это была война между Россией и Грузией. И граждане Грузии в этот момент оказались гражданами государств, с которыми Россия воюет. Но это очень было кратковременно. Сейчас у Грузии даже экспорт в Россию больше, чем у Армении. Так что это пройдет. Не в этом вопрос. Вот Турция. Возьмем Турцию. В Турции был убит посол России, был сбит самолет, сбит вертолет. А почему у России такие, скажем, сверхдружеские отношения с Турцией? Турция, не Грузия, не Армения. Вот, значит, Россия боится силы, а не закона. Ну, тогда мы правы, когда говорим, что нам нужно найти сильного союзника, и Россия будет бояться, и не будет никаких эксцессов. То есть, если Россия руководствуется законом джунглей, значит, мы тогда должны найти какого-то шерхана, или, я не знаю, какую-то балу, который нас защитит. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok